Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Что будет дальше с ценой биткоина? Такой вопрос задает своим читателям Forbes. И такой же вопрос я транслирую вам. Каким будет курс в декабре? Я, конечно, понимаю, что все мы любим водопады, но кому из вас может понравиться вот такой? Собственно, что пишет Forbes? Биткоин может обвалиться до 2000 долларов или вырасти до 10 в зависимости от модели прогнозирования, применяемой к оценке внутренней стоимости виртуальной валюты. Внутренняя стоимость актива – это фактическая стоимость. Например, у золота есть рыночная цена и внутренняя. Рыночная – это курсы на бирже, а внутренняя – это сама ценность металла. Попробуйте поразмышлять в комментариях, чем является внутренняя стоимость биткоина. Чего же пытается добиться уважаемый Панас Мурдукутас? Написал эту статью. Какие цели преследуют эти глаза? В общем-то, он как раз таки и ищет эту справедливую цену биткоина с помощью определенных экономических моделей. Поэтому я считаю интересным прочесть его труды. Биткоин падает быстро, очень быстро, пробивая один ценовой уровень за другим. Суровая правда, не поспоришь. Многие люди сейчас выходят в фиат, хотят переждать эту бурю, а сделать это быстро и легко можно на моем мониторинге обменников. Выбираешь обменник, меняешь, через 20 минут ты в безопасности. А главное, ты можешь получить кэшбэк, если с этим обменником я уже успел договориться. Над этим сейчас ведется работа, на самом деле это все не так просто оказалось, как я думал. Поэтому ссылочка будет в описании, переходите и пользуйтесь. Если говорить о ценах, как они формируются? Все знают, что цена зависит от спроса и предложения. Именно на этом этапе уже можно заметить, что есть определенная цена, которую готовы заплатить люди за конкретный товар. И определенная ценность этого товара. Зачастую эти параметры не совпадают. Почему я подумал об айфоне? Возникает интересный вопрос. А в чем заключается внутренняя стоимость самих денег? Долларом пользуется, потому что в него верят. А я еще подумал, что для некоторых ценность денег определяется количеством труда, который они в них вложили. Возвращаясь к статье. Во-первых, биткоин пробил отметку 6 тысяч долларов. Вы просто посмотрите, насколько мощным этот уровень был. Практически весь год держался. Биткоин достаточно много раз касался его и в конце концов пробил. Пробитие такого сильного уровня ничего хорошего не обещало. Поэтому в подарок к первому пробитию получили еще одно. И еще. А сейчас биткоин собирается силами, чтобы снова тестировать уровень 4200 долларов. В том виде, в котором он сейчас существует, биткоин потерял 78% стоимости от своего максимального пика. В среднем он терял 86% от своих максимальных значений во время предыдущих падений. Поэтому нам еще есть куда падать. Удивительно. Далее о причинах падения. Я это пропущу, потому что, во-первых, я это уже рассказывал, а во-вторых, эта статья интересует меня только экономическими моделями определить истинную стоимость биткоина. Рынок молодой и волатильный, поэтому сделать это достаточно сложно, особенно самостоятельно. И мы даже не говорим о том, на какой цене сдадутся майнеры, потому что это все-таки зависит от множества факторов. Насколько большая ферма, сколько электричество стоит и так дальше. Но по разным подсчетам эти цены находятся приблизительно между 6 тысячами и 7 тысячами долларов. Итак, сегодня экономические модели, используемые для определения внутренней стоимости актива на традиционных рынках, будут использоваться для тех же целей для биткоина. Если придерживаться модели Уитли, которая оценивает внутреннюю стоимость биткоина на основе спроса в ценовом уравнении, то такая модель прогнозирует падение биткоина до 1242 долларов за монету. А вот модель Хейса делает то же самое, только учитывая предложение в ценовом уравнении. Эта модель прогнозирует рост биткоина до 10179 долларов. И третья модель называется рыночной. Она учитывает и предложение, и спрос в ценовом уравнении. Эта модель прогнозирует рост биткоина до 10845 долларов за монету. Эти три модели дают интересную информацию, комментирует Грег Джордана, человек, который, собственно, и занимался прогнозированием биткоина этими моделями. Прежде всего, впервые рыночная модель спрогнозировала курс выше модели Хейса. Причина этому – падение доходности майнинга. Тем не менее, в этих условиях количество транзакций и адресов выросло, а сложность майнинга практически остается на стабильном уровне. Одновременно с этим интересен тот факт, что все больше и больше пользователей создают биткоин-кошельки на таком медвежьем рынке, а объем ресурсов, направляемых на майнинг, не снизился. Пока непонятно, ребята, какая из этих моделей сработает, но то, что волатильность на этих рынках продолжится, сомнений не вызывает вовсе. Кроме того, я считаю показательным факт увеличения количества биткоин-кошельков и уникальных транзакций. Кстати, об этом я уже писал в Телеграме. Именно там, с вчерашнего дня, я решил выпускать свою собственную колонку уникальных статей, которые больше нигде публиковать не буду. Поэтому, если вам интересно, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на Телегу. Сеть биткоина расширяется даже в таких условиях. Количество кошельков на блокчейне стремительно растет. Если кто-то из вас не читал книгу «Диффузия инноваций», рекомендую это сделать. В ней описано 5 этапов принятия новой технологии. Вначале идут новаторы, после ранние последователи, дальше раннее большинство, позднее большинство и отстающие. Новаторы и ранние последователи – это 16% населения. На сегодня в криптовалюте участвует около 9%. А значит, мы ранние последователи. Поздравляю! Точно! Я не могу сказать, что будет в будущем. Но что мне известно наверняка, это то, что спустя годы мы будем вспоминать это время либо с улыбкой, либо с сожалением, что побоялись. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте о том, что в описании под видео есть ссылки на мои ресурсы. Ставьте лайки, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!